Почему вы пришли на наш канал? Ну, так получилось, мы сегодня читали новости, как раз-таки, вот, ваш телеграм. Вы же сегодня сами по телеграмме. Теперь я знаю, кто читает мой телеграм. Дали форму. Я не знаю, можно это говорить в эфир или нет. Ну, говорите. Нельзя, не дадим. Вперед, сукины дети, как вы сказали. А, это я написала все. В очередь, сукины дети я написала. Да, 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 да. Вот. И поэтому мы, прочитав, посмотрев, мы решили позвонить вам и прийти именно к вам. Как на самом деле, если бы Путин сегодня не сказал, что... Он же обратился сегодня к вам, да, с экранов, и это было везде в СМИ. Он сказал, что вот мы вычислили этих людей, мы знаем, кто эти люди, и пусть они уже придут в СМИ и объявятся. Если бы он это не сказал, вы бы пришли? Ну, знаете, Маргарита, скорее всего, наверное, это было бы выложено в сеть в виде видеообращения. Потому что мы... Вы бы записали видеообращение и выложили в сеть. Мы раньше, ну, не сталкивались никогда со средствами массовой информации, и было бы проще, наверное, излить душу именно в интернет. Потому что, ну, грубо говоря, нас загнали в угол. Попросить защиты, помощи. А сегодня вот именно, ну, мы не видели эфир, я просто услышал это по радио и предложил... Был толчок. Позвонить вам. Вы работаете в ГРУ? А вы работаете в ГРУ? Я нет. А вы? Их я нет. Я нет. Меня никто не обвиняет в том, что я работаю в ГРУ. А вас-то обвиняют. И слава Богу. Причем ваши коллеги обвиняют. Не только мои коллеги, вы журналисты, видимо, имеете в виду. И слава Богу. Вас обвиняют правоохранительные органы Великобритании, что вы работаете в ГРУ. Да, это, наверное, самое страшное. А где вы работаете? Вы взрослый мужчина, вы должны на что-то жить. Ну, мы предприниматели средней руки. Просто если мы сейчас расскажем про наш бизнес, то мы же сузим. Пострадают и люди, пострадают, с которыми мы работаем, и мы не хотим этого. Мы сузим круг. Ну, расскажите вот что-то. Понимаете, потому что и мне, и аудитории, вы же хотите, чтобы люди вам поверили? Людей уже много месяцев убеждают в обратном. Кто-то вам верит, кто-то вам не верит. Когда вы говорите, мы в ГРУ не работаем, но про бизнес тоже не расскажем, у меня возникают вопросы, аудитории возникнут вопросы. Что, если вы не работаете в ГРУ, вы не шпионы, вы никого не травили, вы просто туристы. Чем вы занимаетесь? Ну, если вкратце, это фитнес-индустрия. То, что касается спортивного питания, витамины, микроэлементы, протеины, гейнеры и так далее. Просто если рассказать немножко шире, опять-таки наши партнеры и, как сказать, широкий круг, мы их знакомы. Кожи вспотели, я включу кондиционер. Да, да, шарко. Да, да. Да, вы занимаетесь фитнес-индустрией. Да. То есть, что, вы консультируете в Европе каких-то людей, которые хотят накачать бицепс? Почему в Европе? А почему в Европе? Это мой следующий вопрос. Потому что, ну, вы на этот ответьте, а следующий вопрос будет как раз. Консультировать здесь. Здесь мы консультировать. Да, и сейчас, наоборот, тренд консультировать не по наращиванию бицепс, а наоборот по, как сказать, по построению фигуры. Так называемое осуждение. Правильное питание. ЗОЖ, ПП. Здоровый образ жизни. То есть, вы работаете с клиентами, которым вы помогаете сделать красивое тело. Или вы в фитнес-клубах. Вкратце. Тренеры это называете. Вкратце, да. Не хотелось бы задавать огласку, потому что, ну, и углубляться, и в работу, скажем, во все вот эти вот вопросы. Я, на самом деле, я бы, я не хотел бы, чтобы пострадали люди из числа наших клиентов. Чтобы как-то пострадали ли те люди, с которыми мы работаем. Вот. И, ну, я бы не хотел углубляться сюда, вовнутрь. Хорошо. Британцы утверждают, что за последние пару лет вы чуть ли не десятки раз были в Европе. В первую очередь, в Швейцарии. Что вы там, как люди, занимающиеся фитнес-тренингами и наращиванием мышц, делали? Да, британцы много что утверждают. То есть вы не были в Европе? Что мы и жили в номере, который показывает там одноместную кровать. А то, что соседние номера двухместные, трехместные, и это нормально для туриста, нормально для приезжего приехать, заселиться в одном номере двухместном. В двухкомнатном номере, да, и жить. Экономия денег, и это просто это быт. Жить вместе, это веселее, это проще. И это нормально для нормального любого человека. Это вы можете даже не оправдываться. Односпальная у вас была кровать или двуспальная. Вот это сейчас весь мир волнует меньше всего, я вам честно скажу. Давайте вы в Европу ездили за эти пару лет? Конечно, да, в основном это именно по бизнесу. В основном в Швейцарию? Это да, опять-таки не в основном в Швейцарии. В Швейцарии, если изменить память на пару раз в Швейцарии, в этом году залетели. А что вы там делали? Как ваш бизнес связан? Я понимаю, вы не хотите раскрывать своих клиентов, название, еще что-то. Но как ваш бизнес связан с Европой и Швейцарией? Это не всегда по бизнесу мы летаем. Вот именно в Швейцарии мы летали на отдых. Ну и по бизнесу тоже там были, но дай бог памяти, когда это было. Прилететь в Женеву, это не означает, это нормально. Это прилетел в Женеву, это ближайший путь, доехать до Монбланка. Это съездить, это поехать во Францию через несколько километров, посетить Францию. Это...